Девушки отдыхают 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 Русским миноносцам гром. Ладно, на сегодня хватит. К учению ты брать захвател, зато в спорах о политике, говорят, успел. Это вы про вчерашнее. Про вчерашнее. Всячески обозвал Фельдфебеля Сусликова. За что? Ну, как за что? Да ведь он мне такую подлость вернул, что дальше некуда. Ты, говорит, Федор, с изменниками Родины и кшаешься. Ну, тут я, конечно, въерша. Это я-то семь раз раненый с изменниками заодно. Ну, и разнес его. Понятно. Ну, что же, разноси меня. Давай, давай. Я вполне согласен с Сусликовым. Антон Сергеевич, и вы? Да-да, и я считаю их изменниками. Кого их? Еремина и всех твоих друзей, большевиков. Это они сеют смуты и требуют немедленного мира. Это они призывают солдат воткнуть в землю штыки. Насчет штыков я что-то не слышал от них. Не сегодня-завтра услышишь, как они постановят. Присягу долой, одеть на пушке чехлы, а сами домой. Ну, что же, продолжай позорить звание русского матроса. Потворствуй дезертиром. Это я-то позорю матросское звание. Я! Ну, знаете, Антон Сергеевич. Я только не пойму, зачем вы тратите время на мое обучение. Ну-ну, Йош. Право, Йош. Это я так, к слову. А, в общем, я в тебя верю. Оказывай, доверие тебе и наш командир. Ты вот послушай, что он пишет в своем письме. Кстати, как Лютов, мой собрат по ранению. Я представил его к французскому ордену. Вот пример мужества и воинского долга. Понял? Как он ценит тебя? А ты в политику ударился. С большевиками тары-бары разводишь. Собирайся в Питер. Орден почетного региона получать. Сегодня? В три часа придет катер. Погуляй в Питере. Увольнительные у тебя на двадцать суток. Да, чуть не забыл. Погуляй в Питере. Вот по этому адресу разыщешь нашего командира и передашь ему письмо. Ну? С Богом! Питер! Питер! Петюха, матрос беспортонный, Наталь! Эх, душа самим чертям продана! Эх! Здорово! Собрать членов судового комитета! Есть! Ходи в Кондухловскую на совещание! Молодец! Фёдор! А теперь пойдём в Кондухловскую. Новости послушай. У меня своё новость с председателем. Сейчас в Питер еду. Французский крест получать. Это как же так? Центробалт постановил не признавать союзников, а ты к ним крест получать едешь. Ну, ты мои кресты не трожь, понял? Знаешь, чем они добыты? Ну, не велика важность крестик на грудь нацепить. А мы сегодня всем кораблём поважнее дела решать будем. Боцман! Петрович! Ёп! Вот следи, чтобы никого не увольняли на берег. Есть. Отдай уволительную. Это почему такое? Вчера увольняли, а нынче запрет. Выкладывай, председатель. Что случилось? Центробалт объявил чрезвычайные положения на флоте. Это как понимать? Немец наседает, что ли? У тебя только и враг, что немец. Да пойми ты, у нас теперь другие враги имеются. О, чего выдавал-то? Другими врагами страсть сядь. Ну, на кой лябучу затею? А ну, отдай увольнительную. Лютов только что вернулся из госпиталя. Он георгиевский кавалер и заслужил отпуск. Пораженец. Ну, перед немцами шапку ломишь, а перед своими кавянишься. Ну, на, свистулька эсеровская полегче. Большевики еще ни перед кем шапку не ломали, понял? Да ты пойми, Федя, нам мир с немцами нужен, это точно. Ой, и пи мира захотел. Твою белоруссию немец огнем спалил. А ты штык в землю, ему низкий поклон. Да пойми ты, какой нам мир нужен. Да понял. Все понял. Присягу долой, одеть на пушке чехлы, а самим домой, вот ваш мир. А ну, отдай увольнительную. Не больно расходись. На якорь, Федор, на якорь. Говорю, отдай увольнительную. Щучить твой нос. На, бери. Наше общее дело на крестик променял. Ну, смотри, Федор, не пришлось бы раскаяться. Катись ты, колбасонь! Товарищи, вы уже знаете, что все председатели судовых комитетов были спешно вызваны в Центробалт. Да, ну, смотри, что... Шуть берет рассказывать, что мы там услышали. А что? Дудоров, ну что, в помощниках у министра, приказывает нашему Грому, победителю Орфею из Обияки, сниматься с якоря и полным ходом идти в Петроград. Зачем, вы думаете, мы понадобились там? А вот для чего. Завтра, 4 июля, все кронштадтцы собираются идти в Питер для участия в мирной демонстрации. Так вот, нам приказывают встать на их пути и расстреливать. Ох, они окоренные! Шандармов нас превращают! Отравить батросов друг на друга! Петроградов! Дай сюда этот приказ Дудорову! На, дыши! Ну-ка, посмотри. А это Петрович! На раскурку его! На раскурку! Правильно, вот, смотри! Закуривай! А ты бумагу нашла? А вот похоже! А ну-ка, дай кусочек! Ну так, с первым вопросом покончено. Переходим ко второму. Центробалт предлагает нам поддержать питерцев и вынести на корабле резолюцию недоверие временному правительству. Слово. Прошу слова. Говори! Я, как видите, по первому вопросу заодно со всеми. Но что касается недоверия временному правительству, то я, как член партии социалистов-революционеров, категорически протестую. Вы протестуем! Вы что, опять об униках заскучали? Успокоиться не можете? Ну что вам еще нужно? Что? Царь и князья в тюрьме! Избранники народа во дворце! Избранник! И съезды, чтобы тему волдырь на конце! Вынося недоверие временному правительству, вы, большевики, играете на руку! Вильгельму! 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 Пришла пора военная, Корабль уходит в бой, И ты, моя подруженька, Прощаешься со мной Пусть год, пусть много времени Придется воевать А ты, моя подруженька Не перестанешь ждать Пускай придется голову За родину сложить Не сможешь ты, подруженька Меня забыть А мне бы землицы, как бы и не пашины Как бы с болотца Я бы то болото портянками высушил Ты сначала, Степан, ветер в пригоршню собери Соберешь, ну тогда помещик Может и уступит тебе землицах чуток Все от Бога, Степан У Иоанна Златоуста сказано Аще уба неба неба богати И беша бы нищеты Семенов Собирай-ка свои потроха Ну его к Богу этот корабль С ним в тюрьму заработаешь Сусликов прямо говорит Драпать надо Вы в своем уме? Мы-то в своем А вот пред судкома Еремин Видать, рехнулся Бунт поднимать вздумал А вас, идолов, не касается собрания, что ли? Марш на верхнюю палубу Лизарюцию принимать Идем Пойдем, Федя Без меня обойдутся Чего рассусоливать? Голосует председатель Голосует Скорый какой Отдумать надо Отчего там? Давай временное Вишь ты, чайминистый Они вот вас дутка Сметнем быстро Не хуже минист Отчего там? Голосуй Голосуй Гой за резолюцию Недоверие временному правительству Поднимай руки Господа офицеры Отныне гром подчиняется Не только командованию эсминца Но и приказам Центрального комитета Балтийских моряков Решайте Остаетесь с нами Или покинете корабль Так Офицеры грома Пришли к решению Покинуть корабль Только в случае его гибели Братва 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 Кто верен временному правительству Ходи ко мне Братва Глядите Глядите Квардия Смотри, братцы Вот это все, что осталось у Керенского От Балтийского флота Просмеетесь Поглядим, чья возьмет Воюйте до победного конца Ланцетрица Социалисты-революционеры Не считают для себя возможным Оставаться на взбунтовавшемся корабле Схотетью дорога Эй, миляга А ты куда? Людок, Федя Не туда курс держишь Зря поры травишь Жалеть будешь, Федя Смотрите Смотрите Что? Вот Большевики красный флаг подняли Ну, сейчас матросики хлынут С кораблей на утек По домам Теперь прощай наш гром Отвоевался? А, ну что, Лютов, а? Да, чему радуетесь Знаю я это, голубчик Знаю Благодарю вас, адмирал, за аттестацию Помилуйте, всегда готов быть вам полезным и вообще Как обошелся с вами помощник министра? Превосходно Приветствую Здравствуйте Вошел к нему капитаном второго ранга Вышел к капитаном первого ранга Это на него похоже Любит делать сюрпризы Парадоксальный случай На гробе матросы большевистские демонстрации устраивают А командиру дают новый чин Не обращайте внимания Чин вам достался кровью А люди Всегда склонны к зависти И так вы остаетесь при штабе Я бы просил дать мне время подумать, господин адмирал Когда тут думать? Через полчаса начнется заседание в кабинете у начальника штаба Обязательно приходите Мы вас считаем своим работником Прорешите обратиться? Да Господин капитан первого ранга Вас жена спрашивает Она ждет в саду Извините, господин адмирал Конечно, конечно Но сейчас же возвращайтесь Я заготовлю приказ Иван Карлович Слушаю вас Что же вы, батенька, горячку запороли? А что такое? Непременно уколоть Ордынцева захотели Но это же факт Сам Керенский посетил его в госпитале Вручил Георгиевский крест Вот это факт Ордынцев в нашем деле необходим Поймите, необходим А вы... Что случилось? Ничего особенного А где матрос? Какой матрос? Представь себе Не успела я закрыть за тобой дверь? Так Как с черного хода явился какой-то матрос Он наговорил мне таких ужасов про гром Я знаю, что ты не любишь, когда я вмешиваюсь в твои дела Но он так напугал меня А как фамилия этого матроса? Я не знаю Я пришла сюда вместе с ним Он пошел разыскивать тебя и где-то застрял Вот он Здравия желаю, господин капитан первого ранга А, Сусликов Какими судьбами вы оказались здесь, в Питере? Наши матросики удружили У нас на громе такой политический конфуз Произошел господин капитан первого ранга Что просто срам один Матросы взбунтовались Спустили с мачты Андреевский флаг И ну его топтать Да Все как было Да вот и Лютов здесь Он может подтвердить А когда топтали Андреевский флаг Я своими глазами в бинокль видел Так, так Значит, и Лютов тоже И Лютов тоже Да мы с ним вовремя смылись А то бы нам А что, с офицерами? Расскажите подробнее Как обошлись с офицерами? Одним словом Мученики На положение арестованных Над ними издеваются Им угрожают Разрешите бы свободно Господин капитан первого ранга Да-да Спасибо, что сообщили Ну вот что, дорогая Ты ступай домой А я вернусь в Миралтейство Не волнуйся Все будет хорошо Поверь мне Эту крупнейшую В истории Военно-морскую операцию Германский штат Именует условным названием Альбион Немцы рассчитывают Захватить острова Эзель Даго Моон Разгромить наши морские силы И тем самым Открыть своему флоту И сухопутным войскам Путь На Петроград Если это так То мы бессильны Что-либо предпринять Триста кораблей Против наших полуторост Это будет вторая цусима А где же наши союзники? Я отказываюсь понимать Действия английского флота Это предательство Вот именно Союзники ведут себя Весьма странно Во время моего пребывания В Лондоне Я дважды беседовал С адмиралом Джеллико И он каждый раз Под любыми предлогами Отказывал нам в помощь Англичане правы Кому же помогать? Что осталось От русского флота? Андреевский флот Да и тот скоро Комитетчики заменят красным Господа Грозный час наступил Нужно готовиться К решающим боям А у нас нет корабля На котором бы не была Провозглашена Большевистская резолюция Долой войну Где выход? Откуда ждать Спасения Родины? Константин Игнатьевич Я полагаю У нас есть возможность Против поставить Немецкой операции Альбион Русской план обороны Капитана Бернгарда Надо вывести Все наши корабли В открытое море И дать решительный бой Хотя бы ценой Собственной гибели Господа Позвольте вам представить Капитана первого ранга Александра Борисовича Ордынцева Его боевой опыт Я уверен Пригодится нам При разработке Плана обороны Господа Александр Федорович Требует меня Немедленно К прямому проводу Что ж мне ему доложить Каково же будет Наше решение Думаю Что я Выражу Общее мнение Господа Константин Иванович Мы просим вас Должить министру Что выход у нас один Надо поставить Наших матросов Под дуло Немецких орудий Только тогда Они забудут О митингах И красных флагах Должить министру Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, дядя Из Кронштадта помощи Запросили Ничего Мы вас расшевелим Злее будете А нас шевелить нечего Сами шевелитесь А чтоб прибыли Ко времени Благодарим, сынки А вы что Серые шиневки Али робели И робеете Намажьте Клавкому Керенскому Скипидаром Пусть счастье Жить до победного конца Это что Это мое Да вы матросики Только в колокол ударьте А уж мы там на фронте Живо Опять не справим Минный старшина Минный старшина Минный старшина Минный старшина Минный старшина Минныйää О, вот это, герой, выше всех нас! А на груди целый иконостас! Эй, каваляр! Подари на сережке золотые медалики, а? Нет! Ты что, на женский полпроцессию, а? Прямо бы из-за чего шум поднимать! Тебе эти кресты за войну дали? А ну, против войны, значит, не катись! Ой! Шею сверну! Блин! Кресты, за которые я крыла! Ах, ты не дай ей надгробная! Отдай кресту, дрянь! Убью! Ах, вы малахольны! Душу из вас вытрясу хаты! Блин! 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 Что такое? Там вашего матроса бьют! Где? Там парень! Креста! Да! Ура! 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 Вау! А! Ура! За что мне такая честь? Как за что? Ты ж с грома! А куда это народ собрался? Куда братва эти? К дворцу Кшесинской. К Ленину. Становись! А твой изменин все знают. Известно! На всю Балтику прогремел. Молодцы, громовцы! Понятно? Огон! Огон! Станция! 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 Алло! Алло! Барышня! Алло! Барышня! Алло! Товарищ Подбойский! Анна Семеновна, пожалуйста, перешдите в редакцию. Товарищ Подбойский, нас только что выключили телефонные сети. Черт! Кто тут из первого пулеметного полка? Я? Придемте. Алло! Станция! По выступлению военной организации... Андрей Николаевич, минуточку, вы мне нужны. По выступлению военной организации, в случае неопрадивости. Пришлите в распоряжение военного комитета, звездных. Вот в чем дело. Нам необходимо сейчас... Вот так и действовать. Слушаюсь. То, что вы мне сообщили, чрезвычайно важно. Об этом нужно доложить Владимиру Ильичу. Пошли. Товарищ Сардонов, введите вашу колонну к Таврическому дворцу. Есть. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации. Ясно? Ясно. Действуйте. Товарищ Котов, сейчас же немедленно доставить эту записку. Пожалуйста. Пошли. Товарищи, тихо! Подведите колонны поближе. Сейчас выступит Владимир Ильич Ледин. Субтитры подогнал «Симон» В толь важный момент особенно рад приветствовать балтийских матросов, стоящих до стражи революции! Временное правительство с полной откровенностью говорит – воюйте, потому что мы хотим грабить! Умирайте десятками тысяч каждый день, потому что мы еще не получили своей доли добычи! Мы против войны, однако войну невозможно кончить простым втыканием штыков в землю! Матросы, не верьте лжи и клевете, распространяемой против нашей партии! Держите фронт! Что нужно нашим врагам? Им нужен повод, чтобы сказать – большевики разлагают армию, а затем заткнуть рот большевикам! Браток, так ли я расслышал? Он велит нам держать фронт! О, как же! Мира, добивайся, а фронт держи! Не на беспорядки и бунты, а на сознательную революционную борьбу зовут большевики! Только власть действительно народная, принадлежащая большинству народа, способна вступить на правильный путь, ведущий человечество к свержению иго-капиталистов и к избавлению от ужасов и бедствий империалистической войны, к прочному и справедливому миру! Лозунг «Вся власть Советов должен победить! И победит! Несмотря на все зигзаги исторического пути!» Да здравствует социалистическая революция! Братва, не слушай изменников с Родины! Большевики продали с ней геймли! Вот! Братки, а! Что? Какие дела-то? Вот дело-то в чем! Эй, друг! Я так и не понял, большевик ты или нет! А это что? Все большевики, да, все! О, да-то я вижу, браток! Мозгу! Пошли в Таврический! Иду, товарищ Лошаль! А вы, пошли! Видишь, ногу шагаем, согласие и живем! И думаю, у нас одинаковые, славно без козырки, одна на другую похожи! Скажу тебе, браток, хотим мы Керенскому башку починить! Да так, чтоб забыл, на какой бегрень фуражку бегренич! А с немцами как? Да хватит у нас пороху и на немца! Понял? Ну, бывай! Эх, не знаю, что у тебя на уменном по душе ты мне пришелся! Ну, бывай, может, когда встретимся еще! Как только казаки поравняются с его стратами, стреляйте! ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что вы делаете, звери? Давай временное правительство! Бежать вам надо, милая барышня! Чего плачете? Живы остались и слава богу! Люся! Люся! Прощайте, товарищ! Что с тобой, Саша? Так, ничего. Налей-ка погорячей. Я не узнаю тебя. Ты все время отмалчиваешься. Тебя что-то тревожит. У меня действительно тревожно на душе. Представляешь, что они придумали в штабе? Драться в открытом море с противником втрое сильнее нас! Это же предательство! Что такое? О чем ты говоришь? Нет, ты ошибаешься. Ошибаюсь? Подойди сюда. Нет, нет. Ты пройди вот здесь. Что это тебе пришло в голову? Ну, прошу тебя. Ну что, неудобно? Нет. Вот и надо заставить немцев драться в неудобном для них месте. В узком проливе, под огнем наших батарей. А не в открытом море. А адмирал Свешников, в руках которого вся береговая артиллерия не понимает этого. Или не хочет понять. Александр Дорисович, вам матрос. Какой матрос? С Грома. Пусть войдет. Здрасьте. А-а-а. Лютов. Здравия желаю. Здравствуй. Ого. Получил уже. Поздравляю. Садись, пожалуйста. Ну что ж, выпей с дороги чарочку. Держи. Благодарствуйте. У нас это мало. Покорнейше благодарю. Вы знаете, господин капитан, что творится на улице? Не знаю, голубчик, и знать не хочу. Наш минный офицер письмо просил вам передать. А-а, благодарю, благодарю. Ну вот что, Лютов, ты садись к столу, не стесняйся, будь как дома, Танюша. Пожалуйста. Да. Дела. Лютов. Я сейчас напишу письмо, а ты передашь его Антону Сергеевичу. Таня, у меня отпуск, господин капитан. Вы теперь раньше меня вернетесь на гром. А я вовсе не собираюсь возвращаться на гром. Не собираетесь? Не собираюсь. Что вы сделали с громом? Гром теряет боевую славу. Большевики идут на дезертирство, на измену, лишь бы развязаться с войной. Таня. Ты полюбуйся, что мне пишет Антон Сергеевич. О, он мне тоже туману напускал. Не верьте ему, господин капитан. Да не пустят матросы немцев к Питеру, помяните мое слово, не пустят. От весьма сведущего человека своими ушами слышу. Кто этот сведущий человек? Ленин. Он прямо так и говорит. Ну, воткнете штыки в землю. Ну и что? Войны-то этим не кончите? Да ведь это же яснее ясного. И вот что я вам скажу, господин капитан. Война-то грабительская. Но Питер-то наш. Вы готовы, Владимир Ильич? В данный момент, Яков Михайлович, я категорически не готов. И вообще просил бы все это отложить туда. Это невозможно, Владимир Ильич. Центральный комитет партии требует, чтобы мы вас укрыли в надежном месте и немедленно. Вот ваше пальто и ваша кепка. Вы невозможный человек, Яков Михайлович. Прошу вас. Тогда уж я сам подчиняюсь. Владимир Ильич, редакция правда разгромлена. Заседание Временного правительства, начавшееся с приездом Александра Федоровича Керенского в 16 часов вечера 6 июля, закончилось около 4 часов утра. Около 2 часов ночи было принято решение арестовать Ленина и других лиц. На квартиру к Ленину был послан наряд для производства обыска и арестования. Вадия. Нашелся же хозяин земли русской. И спала тебе Александр Федорович. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что здесь происходит? Вы что, луны свалились? Хоронят героев, казаков? Господи, сам Кереский. Где он? Где он? Посмотрите, вот он. Вот он сам Кереский. Боже, посмотрите, посмотрите. Смотрите, смотрите. Сам Александр Федорович идет за гробом простого казака. Гусь, руку под козыряк. Да ты еще толкаться. Сними без козырьку. Отдай честь. Руку под козыряк. Не отдам честь. Знаю, видел, как отличились эти покойнички. Что там на том свете? Верь его! Ты большевистская мразь! Убийцы! Убийцы! Ну как, Федор Безович? Никакой боли не чувствуете? Никакой. Сколько лет работаю фельдшером и только впервые встречаю такого живучего человека. Вот, дочка, полюбуйся. Давно ли ты привезла его сюда полуживым? Отпадишь ты. Выздоровел. Еще десяток дней и можно опять в строй. Спасибо вам за все, Николай Иванович. Вех помнить буду. О, ваш отец волшебник, Люся. Ишь, какой порядок навел. Ну вот, дня через три можно с якоря сниматься. Вы уже собираетесь уезжать, Федя? На корабль надо спешить. Братва там воюет, а я здесь зажился. Луча. Луча. Благодарю вас. Я только на одну минуту, так же посмотри мне... Ну, пожалуйста, пожалуйста. Луча! Тебе. Товарищ Ильин. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо. Подпольная. Взамен нашей правды. Ой. И всего-то четыре номера выпустили. А уже потеряли на этом деле двух наших людей. Арестовали Мишу и Асю Ведерникову. Асю. Теперь у нас некому править рукописи и вести корректуру. Мы обратились в комитет и он рекомендовал вас. Когда мне приступить к работе? Очередной номер должен выйти сегодня ночью, так что... Хорошо. Идемте. Юся. Федя, я ухожу. Вы с папой поучинете без меня. Федя, я ухожу, вы с папой поучинете без меня. Федя, я ухожу. Федя, я ухожу, вы с папой поучинку. Я не нуждаюсь в ваших аплодисментах, а это вовсе не вам, господин командующий Плотов. Когда воды Балтики окрашиваются кровью наших братьев, когда ее волны смыкаются над их трупами, в эти дни правительство арестовывает наших комиссаров. Бонапарт Керенский вызывает нас на бой. Что ж, товарищи делегаты съезда, примем этот бой? Примем! Товарищ Аксейнка! Товарищи, разрешите дать слово представителю Центрального комитета партии большевиков, товарищу Антону Аксейнка! Товарищи делегаты съезда! Нами только что получено из подполья от Владимира Ильича Ленина его обращение к нашей партии. Слушайте, товарищи! Наступательные операции германского флота при крайне странном, полном бездействии английского флота и в связи с планом временного правительства переселиться из Питера в Москву вызывает сильное подозрение в том, что правительство Керенского составило заговор с англо-французскими империалистами об отдаче немцам Питера для подавления революции таким путем. О, предатели! Что же это будет с Питером? Брат! Ревники черча временные! Господин Дыбенко! Товарищи! Штабом флота получено радио от командующего морскими силами Рижского залива. Немецкий флот сегодня на рассвете начал боевые действия, имея целью прорваться в Финский залив. От имени Центрального комитета нашей партии вношу предложение прервать съезд. Делегатам направиться на корабли и осуществить там революционный контроль над боевыми действиями. Позвольте как-то прикажете понимать. А это надо понимать так. Товарищи делегаты, с этой минуты моряки Балтики выходят из подчинения временного правительства и берут в свои руки судьбу сражения за Петроград. Верно! Верно! Стой! Направо! Вольно! Что такое? Что нужно? Мне не нужно повидать комиссара Выхарева. Никакого комиссара не знаю. Почему ушляешься по городу? Где увольнительное? Господин Митчин, не маете права чеплятись до меня. Пойду я до самого комиссара Центробалту. Что он говорит, господа? Выдумал какого-то комиссара? Вон отсюда! Свод ко мне! Порщик! Тору! Отставить! О, глядите! О, торлы! Раньше нас прибыли. И уже оштыки. Спасибо, Стеценко, за расторопность. Господин Митчин, положите по начальству. С сегодняшнего дня делегаты съезда Балтийского флота будут контролировать работу отделов штаба. Стеценко! Расставляй посты. Есть! Мне кажется, что либераты... Немедленно потребовать от главы правительства распустить Центробалт и судовые комитеты. Иначе, господа, войны на море мы не выиграем. Скажите прямо, адмирал, что к вороне мы не подготовлены. Это будет лучше и честнее, чем сваливать вину на какие-то судовые комитеты. На основании чего вы это заявляете? На основании того, что ваш план в сущности является пораженческим. Что такое? Как можно так заявлять? Пусть продолжает. Зубопытно знать. Почему он говорит, что вы еще? Господа! Как понять, что крепостные орудия снимаются с фартов и отправляются бог знает куда? И как прикажете понимать, что английские подводные лодки находящиеся у нас здесь, под боком, в Финском заливе отказываются поддерживать наш флот? И при этих обстоятельствах адмирал Свешников и капитан Бернгард предлагают махнуть рукой на острова, вывести все суда в открытое море и поставить их под огонь немецкой армады. Я считаю это прямой изменой. Требую, чтобы вы взяли свои слова обратно. Я своей совестью не торгую. Честь имею. Прошу вас, господа. Он позорит флот. Вы честь и ордынцев правы. Именно до потери флота. Александр Борисов. Ордынцев капитан Ордынцев. Вернитесь. Вы ответите, Александр Борисович. Александр Борисович, наконец-то. А я вас тут давно почитал. Очень рад. А, собственно говоря, почему вы здесь? Я был на съезде. А? Ну, что там решил этот ваш съезд? А решили в открытое море не выходить, а стоять насмертью мангзунских островов. Господи. У островов? Да. Кто вас надоумил? На съезде тоже были честные офицеры. Так, так. Куритель. Спасибо. Рассказывайте, как там наш гром? Гром готовится к большим сражениям, Александр Борисович. А командира на громе до сих пор нет. Александр Борисович, мы вас предупреждаем, что ваш уход будет тоненький. Понимаете, как хотите. Матросы наказали мне без вас не показываться. И на глаза. Вот я и заехал за вами. Ну, как же так можно, голубчик? Без приказа. И вообще... Что вы? Нет, не могу. Главное ваше слово. А приказ? Что совесть приказывает, то и надо делать. Чего ищешь? Мне в типографию. А что такое? Здравствуйте. Да вот. Мне в типографию повидать Зорницыну Людмилу. Ах, вот оно что. Пойдемте. Пошли. Мы дадим весь хлеб и всю обувь на фронт. И мы отстоим тогда Питер. Нельзя в переживаемый момент остаться верным марксизму, остаться верным революции, не относясь к восстанию, как к искусству. Энн Ленин. Как дела, дебильник Павлович? Положение безвыходное. Я дважды встречался с хозяином типографии. Он твердо стоит на своем. Либо к утру все деньги, либо немедленно освободить помещение. А если обратиться в комитет? Было там. В партийной кассе ни копейки. Не из таких положений выходили. А ну-ка... Вытряхивай из карманов, что у кого есть. Давай-давай, не жмись, Тарас. Вот то право, что ты дурень, Иван, а. Не бачишь? Палец на бух. Как вы сюда попали, Федя? Я не мог уехать, не повидав вас. Я вас провожу. Пишите, Федя. 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 Капитан Ордынцев! Да? Слушаю вас. Я прошу вас следовать за мной. Офицерская лига предлагает вам отдать себя в распоряжение следственных властей, как дезертировавшего из штаба флота. С вашего позволения дезертиры уходят с фронта. А я иду на фронт. Капитан Ордынцев! Что вам угодно? Если у вас осталось хоть сколько-нибудь понятий о чести, вы последуете за мной. Какое право вы имеете говорить о чести? Вы всю войну, просидевшие в офицерском собрании за карточным столом... Вы эти штучки бросьте, гражданин хороший. А то очень даже просто можете сыграть за борт. Пардон. Прошу. Пойдем, Танюша. Эй, братон! Вызови шлюпку с грома! Сообщим, что минный старшинолютов прибыл! Добро! Ну как, приняли? Тимофор-то приняли. Только ответили не очень хорошо. Ну говори с ней! Пусть, говорит, катится колбасой. Туда, откуда пришел, не примем на корабль. Видно, здорово ты насолил им, братишка. О-о-о, смотри, опять встретились. Здорово. Здорово. А ну-ка, браток! Сообщи флагману, что на эскадру прибыл комиссар Центробалта! Изменился. Похудел. Лишь рам второй появился. Всяко со мною было. И подраться малость пришлось. Но ты об этом пока забудь. На данном этапе весь огонь на немца. Иной свой хуже немца. Разбираться начал. Ну что там? Товарищ комиссар, командующий эскадрой адмирал Быков сообщает вам. А когда он вышлет за мной катер? А они присылать не собираются. Всю войну, говорит, обходились без комиссаров. И сейчас они мне не нужны. Тебя адмирал не признает. А меня он свои на корабль не пускает. Идем в трактир. Стой. Эй, друг! Сообщи обо мне на гром! Этот номер так ему не пройдет. Ну, прощай. Тебя на гром примут. Тихо. Пойдешь со мной на гром. С эсминца гром сообщили. Добро пожаловать! Слыхал? Пошли! Ну, вот и все. А теперь братва решает не сами. Выть Лютову на вашем корабле. А ты что скажешь, Лютов? Простите, братцы. Лютова знаем. Не подведет, товарищ комиссар. Бою докажет. Иди в строй, Федор. Товарищи, за нами Петроград. Земля наша родная. В грозный час решающего боя поклянемся перед революцией выполнить наш долг. Отстоим, Красный Петроград! Винюх! Винюх! Командующие эскадры приглашают комиссара Центроболта себе на флагман. Ха! Дошло наконец-то. А то как же, почуяли, что мы сила? По местам стоять, с якоря сниматься. Есть, по местам стоять, с якоря сниматься. Ну, Александр Борисович, тряхните стариной. Сделаю все, что в моих силах. На тебя, Василий, я в надежде. Знаю, не подведешь. Давай больше жару врагу. Давай. Вот так и действуй. Давай. Попрошу тебя, Тимофея Ивановича, об одном деле. Ну, вот записочку эту. Отдай лично в руки, ежели со мной что случится. Так, я для тебя все сделаю. Давай попрощаемся на всякий случай. Давай. Давай. Вы что же, товарищ комиссар, на громе обосновались. Почему? Поменялись! Ишь ты! Господин адмирал, на наш запрос штаб обороны островов отвечает. Только к утру выяснилось, что адмирал Свешников покинул Эзель и на паруснике скрылся в неизвестном направлении. От этой старой лисы все можно было ожидать, но это... Вышите посыльные судна на Эзель и выясните положение на батареях. Господин командующий, к вам представитель центробалта Вихарев. Просите. Разрешите? О решениях этого центробалта я уже информирован. Но вступать с вами в дискуссию о целях, какие вы преследуете в предстоящем сражении, не буду. Мне сейчас важно, чтобы мое обращение ко всему личному составу эскадры было бы также подписано и вами от имени центробалта. Читайте. Матросы, в предстоящем бою с врагом слава балтийских моряков не должна померкнуть. С верой в Бога. Что вас смущает? Обращение написано хорошо, но только кое-что из него нужно вычеркнуть. Что же именно? Вот с верой в Бога пойдем в бой на врага. Э-э-э, нет. Это необходимо оставить. Стоит ли напоминать о Боге тем, кто в него не верит? И еще вот свято соблюдать присягу данную временному правительству. А вот это главное тут. Сейчас главная Россия и Петроград. Вот о них вы очень хорошо написали, адмирал. А писать о правительстве, к которому потеряно доверие, нужно ли? А ведь на плоти всем известно, адмирал, что вы за Россию всегда грудью. Передайте на корабле эскадры. Ну, уж если без веры и Бога, то деритесь как черти. Петроград. Армада. Иди на сближение с противником. Есть, иди на сближение с противником. Атаковать торпедами головной корабль противника. Атаковать торпедами головной корабль противника. И начало неплохо. Прямое попадание ниже во второй линии. Правый борт. Заводить пастырь. Старший офицер ко мне. Убит. Быстро, машинная. Есть. Передать на гром. Рабрый идёт снимать команду. Есть. Передать на гром. Мы вам прикрыть домовой завесой. Продолжение следует... Продолжение следует... В Питер, сволочи. В Питер? Я им покажу Питер. Питер! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотри! Смотри, председатель. Возьмут гром на буксир. Ясно, не откажутся немцы от приза. Чего же он медлит прыгать в воду? Клермахенцам шлебен. Герои. Ахтун. Герои. Клермахенцам. Смотри! Кастов, ассо. Лаус, лаус! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...